И снова здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня у нас в гостях Ринат Урусов, фотограф и просто мастер своего дела. Ринат, здравствуйте. Здравствуйте. Ринат, хотелось бы поговорить вот о каком моменте. Буквально на днях вы стали победителем в двух номинациях конкурса «Кавказ ДОК». Расскажите, пожалуйста, о самом конкурсе, что он из себя представляет и вообще, что вам нужно было сделать, чтобы принять в нем участие? Ну, могу сказать то, что конкурс уже длится не первый год. Это уже четвертый конкурс. Он имеет статус ежегодного. Я надеюсь, он не закончится и будет продолжаться и развиваться. Тем более, были анонсированы, что будут новые номинации. Это очень хорошо. Я же уже тоже в четвертый раз принимаю участие в этом конкурсе и четвертый раз становлюсь победителем. Просто в этом году, вот, впервые у меня в двух номинациях сразу первое место. Это очень приятно и неожиданно. А так, первый раз, это было аж пять лет назад, в 2016 году, вот, решил попробовать, узнал о конкурсе. Как раз мы познакомились тогда с Станиславом Беляковым, и он мне рассказал, что вот будет такой конкурс, и надо попробовать свои силы. И я подумал, почему бы и нет. И отправил свою работу, которая в итоге заняла первое место. И с этой же работой я объездил, можно сказать, крупнейшие города России. Очень успешный старт. И дальше я начал просто думать, что надо пробовать свои силы. И раз за разом старался выбирать такие работы, чтобы они были интересны зрителю. И как раз я был, как раз для меня это был бы такой итог своей работы и анализ дальнейших действий для дальнейшего развития. То есть, вот, подытоживая, можно сказать, что «Кавказ ДОК» вообще, в принципе, тот конкурс, который помогает молодым фотографам развиваться, как-то заявить о себе. Да, я считаю, что данный конкурс «Кавказ ДОК» – это идеальная площадка именно для нашего региона, для того, чтобы попробовать свои силы, узнать результат. Это будет максимально справедливо, потому что мы до сих пор не знаем, кто судейской коллегии. То есть, это абсолютно прозрачная система. Она не подкупная, не какая-то другая. То есть, если у кого-то закрадется такая мысль, что что-то делается несправедливо, это исключено в данном случае, что еще больше увеличивает сам статус этого мероприятия. Поэтому я всем, конечно же, пожелаю, чтобы они попробовали свои силы на данной площадке. Ну вот согласитесь, насколько я знаю, порядка 10 тысяч работ было представлено к участию в этом конкурсе. И среди вот этого огромного количества работ, безусловно, стать победителем, ведь это действительно такое достойное, скажем так, достижение вообще, в принципе, такое очень, такое достижение, которое помогает фотографу поверить в свои силы. Конечно, но мне вот что еще больше всего нравится – это непредвзятость. Потому что, когда мы отсылаем работы, как нам рассказали потом, что обезличенные работы становятся, то есть авторство убирается, и на судейский суд, как говорится, представляется именно вот работа без имен. Потому что есть более знаменитые фотографы, есть новички, вот чтобы не было какого-то предвзятого отношения к одной работе относительно другой, их делают обезличенными. Я считаю, что это очень правильно, потому что в итоге действительно все по справедливости оказывается. Безусловно. Ну давайте вот поговорим конкретно о тех номинациях, в которых вы в этом году стали победителем. Это сразу две номинации, как уже было сказано ранее. Первая номинация – это «Будущее Кавказа», если я не ошибаюсь. Сейчас, дорогие телезрители, мы вам покажем работу, которая завоевала первое место. Она высветится на ваших экранах. Ренат, давайте поговорим об этой работе, которая была только что показана нашим дорогим телезрителям. Где, как она была снята, какая была задумка? Расскажите вот все о ней. Данная работа была снята на фестивале тюркоязычных народов в Турции, если быть точнее, это город Искиши-Хир. Это пригородная зона, есть специальный парк, куда собираются ежегодно и устраивают так называемый лантой. И я в делегации от Карачаева-Черкесской республики, от Карачаева-Черкесского государственного университета была отправлена делегация вместе с национальным ансамблем «Шохлук». И я был как штатный фотограф, мы делали фото и видеоотчет. И эта фотография была сделана в самом конце этого фестиваля, когда уже все участники вышли на сцену. Там можно будет как раз увидеть, что это все на сцене происходит. Вышли все коллективы, представители других регионов, даже стран тюркоязычных. И там была такая маленькая девочка, которая пришла с мамой и все время рвалась на сцену. То есть очень эмоционально, бурно реагировала, видимо, очень хотела туда попасть, тоже хотела присоединиться. Мама ее отпустила в итоге, она начала бегать, гулять. И в один момент она просто застыла, и мама ее позвала к себе, она обернулась. И в этот момент я решил запечатлеть такой вот сюжет, который в итоге я, когда отсматривал фотографии, решил отправить на конкурс. Мне показалось, что это очень живой момент и как раз соответствует тематике, где маленькая девочка уже стоит на сцене среди танцевальных коллективов. То есть она уже с малых лет примерно, я надеюсь, что она видела себя как раз одной из этих девушек, которые в национальных нарядах. И мне очень приятно то, что с малых лет у нас прививается такая любовь, бережное отношение к традициям, к быту наших народов, которые проживают на территории Карачаево-Черкесии, за пределами ее. То есть вот эта сохранность традиций меня очень, конечно, радует и впечатляет, когда вот такие маленькие дети себя так активно проявляют. Ну вот согласитесь, буквально все звезды сошлись для того, чтобы вы сделали эту фотографию. Ведь эта девочка, по вашим же словам, она вот не унималась, бегала и безусловно сложно было бы при такой обстановке сделать такую шикарную фотографию. Но давайте поговорим о следующей вашей работе, которая сейчас будет на наших экранах. Я думаю, телезрители ее по достоинству оценят. Вот, мне кажется, что в отличие от первой представленной работы, вторая уже она такая постановочная. Расскажите о ней, пожалуйста. Вторая фотография хоть и кажется постановочной, но на самом деле это не совсем так. Эта фотография сделана в рамках проекта «Вопреки», где я являюсь соучастником проекта. И эту бабушку мы сфотографировали в ауле Учкулана, это Карачаево-Черкесская республика. Это, можно сказать, аул, из которого вышел весь карачаевский народ и дальше начал свое распространение. То есть очень такое знаковое место. И, конечно же, наш визит был обусловлен тем, что были печальные события. Мы решили сдавать проект о депортации, о депортированных народов, это карачаевцы-балкарцы. То есть часть проходила съемок у нас в Карачаево-Черкесии. И потом второй этап, это в Кабардино-Балкарской республике. И вот в самом конце, когда мы приехали в Учкулан, я обычно, вот у нас был стандартный такой шаблон. Мы усаживали, вот, например, бабушку посадили, и обязательно у нас был черный фон, и мы делали портреты. Но помимо этого я старался еще делать кадры для себя, для своего творчества. У меня есть ряд портретов, где я попросил, в том числе и эту бабушку, чтобы они все были закрытыми глазами. Такие портреты у меня тоже есть, но именно этот портрет, почему я выбрал, потому что он был сделан спонтанно, несмотря на то, что все говорило о том, что это постановочный кадр. Почему спонтанно? Потому что для меня постановочный был именно тот, который с закрытыми глазами был. А этот кадр получился очень спонтанно, потому что я просто у бабушки спросил, точнее, вот напомнил ей, говорю, расскажите, пожалуйста, вот, что вы помните о тех пережитых годах депортации. И в этот момент она вот сделала вот так, то есть схватилась за лицо, сразу у нее глаза налились слезами. Я решил в этот момент не упускать и сделал вот несколько кадров. В итоге выбрал именно этот кадр, мне показался он максимально таким эмоциональным и передающим вот эту энергетику горести, тягости тех пережитых лет, которые человек перенес через всю свою жизнь. Ну вот, говоря вот об этой энергетике, согласитесь, вот я не знаю, как в случаях с другими портретами, с другими фотографиями все это происходит, но смотря на две эти работы, я четко осознаю смысловой посыл этой фотографии. Вот как сделать так, вот если можно вас попросить дать совет начинающим, возможно, фотографам, всем нашим телезрителям, как сделать так, чтобы фотография вот действительно передавала вот эту смысловую нагрузку, которая заложена фотографом? Как сделать вот эту фотографию вот такой живой, передающей энергетику, как ваши вот эти две работы? Ну, я посоветую в первую очередь узнать устройства, на которые они будут снимать. Это очень важный момент. То есть техническая часть, она обязательна. Есть такое понятие, как основы, и фотография тоже есть свои основы, которые обязательны к изучению. То есть бывает, конечно, человек, самоучка пытается что-то, но лучше всего, если он ловит вот эту основу фотографии, и от нее уже начнет отталкиваться. То есть ему это будет намного проще и полезнее в том плане, что он будет регулировать те инструменты, которые будут работать на него. То есть спонтанность – это, конечно же, хорошо, но когда ты сам стараешься регулировать, подстраивать ситуацию, это намного лучше. И, конечно же, как можно больше практиковаться в различных жанрах съемки, не зацикливаться на одном, потому что чем разносторонней будет заниматься этим человек, тем проще ему будет выбрать какое-то направление. Он сам это поймет. То есть есть такое ощущение, есть даже элемент наития такого, где на подсознательном уровне человек выбирает то или иное направление. Ну вот давайте мы все же вернемся к нашему конкурсу «Кавказу ДОК», в котором приняли участие огромное количество человек и огромное количество работ. Посоветовали бы вы начинающим фотографам принимать участие на этом конкурсе? И самое главное, зачем им это нужно? Конечно же, я посоветую участвовать, потому что я могу на своем примере сказать, что это огромный толчок. Просто невероятный толчок в саморазвитии, в мотивации. То есть это как минимум вот эти две такие, может, два таких постулата, которые будут это стопроцентно. То есть участие не гарантирует, наверное, победу, но это личностный рост в первую очередь. То есть я не говорю о том, что они пришлют работы, ребята, но присылать надо, надо пробовать свои силы, потому что если не будет человек это пытаться, он в итоге ничего не получится у него, потому что есть страх, конечно, проигрыша, когда многие не отправляют и думают, зачем, я ведь все равно, у меня слабая работа, мне еще нужно попрактиковаться. Я считаю, что нужно чуть-чуть быть в этом плане поувереннее именно в своих силах и пробовать. Не побеждает тот, кто не ошибается, поэтому пробуйте, друзья, участвуйте в конкурсе «Кавказ.док». На сегодняшний день, я считаю, это одна из лучших площадок для личностного роста, как фотографа, вообще как творческого человека, потому что есть не только фотография, как мы знаем, есть и другие направления, и я надеюсь, видеография сейчас подсоединится тоже. Поэтому есть большой спектр, где человек себя может проявить, в первую очередь, для самого себя. То есть это нужно всегда воспринимать для личностного роста. Ну вот говоря о личностном росте и развитии, в принципе, какие у вас есть дальнейшие планы? Что вы планируете делать в дальнейшем? Возможно, какие-то крупные или чуть поменьше проекты у вас намечены? Я сейчас, к сожалению, боюсь вообще делать какие-то прогнозы, потому что этот год, как мы знаем, такой тяжелый год. Безусловно. То есть вот есть два крупных проекта, которые я тоже буду анонсировать. Они связаны тоже с фотографией. Один проект будет связан с обучением. Пока я тоже не хочу быть многословным, но постараемся сделать это в следующем году именно по обучению. В дальнейшем, я надеюсь, мы еще увидимся и более точную дату, когда, где этот проект будет стартовать, я, конечно же, сообщу. Это отличная новость, на самом деле, я думаю, для всех шителей нашей республики. И мне кажется, что вы найдете отклик в реализации своего проекта. Ну вот, Ренат, у нас есть такая небольшая традиция в рамках нашей телепередачи. Каждый наш гость в конце нашего диалога делает свои определенные пожелания нашим дорогим телезрителям. Что бы вы им хотели пожелать? Ну, конечно же, в первую очередь я пожелаю всем здоровья. Потому что я считаю, что этот год, этот год здоровья, неофициально, но мы видим и на практике, и на тех социальных моментах, которые происходят, здоровье, здоровье, еще раз здоровье. Это первое. А в дальнейшем, конечно же, это работа над собой, саморазвитие и всегда ставить себе четкие поставленные цели и стремиться к их реализации, к их достижениям. Поэтому верьте в себя и двигайтесь к своей цели. Спасибо большое. Ну, а я напоминаю, дорогие телезрители, что сегодня у нас в гостях полуфотограф Ренат Урусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин